А знаете выражение «доехал на стартере»? Ну не завелась ласточка и дик-дик-дик, если недалеко, конечно, допхнуть можно. У меня лично не было такой ситуации. Ну а вот выражение «допхать на стартере» со временем обрело вполне-таки реальное и адекватное значение. Еще в 1930-х годах в ряде автомобилей использовалось такое есть себе устройство, что называлось «дино-стартер», ну или «динамо-стартер». Эта штука была комбинацией стартера и «динамо». Устанавливалась оно на валу коленчатого вала и было, скажем так, ну не совсем эффективным, поэтому требовало развития и доработок. Что привело к появлению штуковины, известной сегодня, как интегрированный стартер-генератор-демпфер. Это электромотор, который функционирует как связывающий элемент между двигателями и трансмиссией. И в то же время им можно запускать движок. И заряжать батареечку, конечно же. Также моторчик, так сказать, заменяет массу маховика. Такой стартер-генератор запускает двигателя практически бесшумно. И с обалденной легкостью и скоростью, конечно же. Редукторный стартер при моем хорошем к нему отношении по сравнению с этим отдыхает. Это свойство легкого запуска было просчитано не случайно. Благодаря ему стала возможна работа двигателя со старт-стопом. Поняли, да? Движок запускается легко, быстро и бесшумно. И это дает возможность глушить его везде, где авто поймало значительный или незначительный простой. Ну, светофоры, пробки, быстрая стоянка, выгрузка грузов, там, не знаю, и так далее. Что это дает? Конечно же экономию топлива. И экологи довольны как слоны. Имеют меньшую степень выброса газа. Такой вариант используют марки по типу Fulz, Porsche, Audi и другие. Старт-стоп, по утверждениям, позволяет сэкономить от 5 до 8% топлива. Так говоря. Что еще? Данным моторчиком можно также улучшать динамику авто, помогая ему принимать разгон. Как генератор данное устройство на скорости холостого хода может развивать мощность до 2 кВт, вырабатывая при этом как переменный, так и постоянный ток. Прикиньте. Компания Citroen, например, использовала подобную систему в опытном, скажем так, образце XR. Назвали систему Denalto или Denalto. Кстати, в авто имеется розетка на 220 вольт. Это так, для информации. Ford компания недавно создала новый интегрированный такой же стартер-генератор с напряжением сети 42 вольта. Ford Explorer будет потрясать экономией. Топливо обещают производители. Что думаете о подобной системе? Практичность, необходимость или усложнение конструкции?